Всем привет! Смотрите, как перенести виртуальную машину с гипервизора Hyper-V на Proxmox VE. В настоящее время виртуализация стала неотъемлемой частью многих IT-структур, и многие компании используют различные гипервизоры для запуска своих приложений и сервисов. Однако иногда возникает необходимость перенести виртуальную машину с одного гипервизора на другой. В этом случае, если у вас есть виртуальная машина, работающая на гипервизоре Hyper-V и вы хотите перенести ее на Proxmox, вам может потребоваться дополнительная информация о том, как это сделать. В данном видео мы рассмотрим шаги, необходимые для успешного переноса виртуальной машины с гипервизора Hyper-V на Proxmox. Зачем нужен перенос виртуальной машины? Перенос виртуальной машины с Hyper-V на Proxmox может быть необходим по нескольким причинам. Переход на другую платформу виртуализации. Если у вас есть виртуальная машина, которую вы хотите запустить на другой платформе виртуализации, то может быть необходим ее перенос на новую платформу. Улучшение производительности. Если вы заметили, что ваша виртуальная машина работает медленно или недостаточно эффективно на Hyper-V, перенос ее на Proxmox может улучшить данные показатели. Обновление версии программного обеспечения. Если вы планируете обновить версию Proxmox или Hyper-V, вам может понадобиться перенести виртуальную машину на новую платформу. Отказ одного из серверов. Если один из серверов, на котором работает виртуальная машина, выходит из строя, перенос ее на другой сервер может быть необходим для продолжения работы без простоя. В любом из этих случаев перенос виртуальной машины может быть необходим для сохранения работоспособности системы. Перед любыми действиями по изменению виртуальной машины рекомендуется сделать резервную копию, чтобы в результате не потерять важных данных. Создание резервной копии виртуальной машины перед переносом на новую платформу, в данном случае на Proxmox, крайне важно. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность вернуться к предыдущему состоянию виртуальной машины, если что-то пойдет не так в процессе переноса. Создание резервной копии также дает вам возможность проверить, что виртуальная машина работает должным образом до переноса. Если виртуальная машина работает неправильно, после переноса вы можете вернуться к резервной копии и попытаться исправить проблему. Кроме того, создание резервной копии является хорошей практикой виртуализации, так как это помогает предотвратить потерю данных и повреждение системы при сбоях, в работе или ошибке пользователя. Для резервного копирования можно использовать инструменты, которые помогут настроить автоматическое создание бэкапа. Для создания резервной копии в Hyper-V выполните экспорт виртуальной машины. И чтобы восстановить нужно сделать импорт. Для переноса виртуальной машины вам нужно сделать следующее. Перед началом переноса виртуальной машины с Hyper-V на Proxmox необходимо убедиться, что она остановлена. Выберите виртуальную машину которую вы хотите перенести и остановить ее, если она запущена. На втором шаге создайте образ виртуальной машины. После того как виртуальная машина остановлена необходимо создать образ ее диска. Для этого выполните следующее действие. Откройте Hyper-V Manager и выберите виртуальную машину которую вы планируете перенести. Кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите экспорт. Далее укажите место куда сохранить образ виртуальной машины. Затем нажмите экспорт и дождитесь завершения процесса. На третьем шаге перенесите образ виртуальной машины на Proxmox. Для переноса воспользуйтесь любым FTP клиентом. Соединитесь с сервером Proxmox по FTP и загрузите экспортированный файл виртуальной машины. Далее вам нужно создать Proxmox новую виртуальную машину. Для этого откройте браузер и откройте окно управления гипервизора. Создайте новую виртуальную машину Create VM. Укажите все параметры. Далее. Далее. В только что созданной виртуальной машине нужно удалить существующий диск и импортировать новый. Откройте параметры новой виртуальной машины. Перейдите на вкладку оборудование. Выберите жесткий диск и кликните по кнопке отключить. После отключения диска вы сможете его удалить. Здесь появится соответствующая кнопка. Нажмите удалить. Далее файл виртуальной машины нужно сконвертировать в формат который поддерживает гипервизор Proxmox. Здесь есть несколько вариантов. Воспользоваться программой наподобие Starwind V2V Converter или воспользоваться инструментами управления пакетами в Linux. Я покажу как конвертировать VHDX в Image файл и импортировать его в виртуальную машину. Для начала нам нужно установить утилиту командной строки VHD to Image. Установка VHD to Image на Proxmox может быть выполнена с помощью стандартных инструментов управления пакетами в Linux. Для установки программы на Proxmox выполните следующие шаги. Запустите Shell и выполните команду sudo apt update. Установите VHD to Image выполнив такую команду и проверьте установлена ли утилита выполнив следующую команду. Если команда успешно выполнена утилита установлена и готова к использованию. Теперь для конвертации файла виртуальной машины выполните такую команду. Где в начале указан формат файла виртуальной машины VHDX и путь к этому файлу. Далее указан путь к сконвертированному файлу. После конвертации полученный файл нужно импортировать Proxmox. Для импорта диска выполните такую команду. Здесь указан ID виртуальной машины, путь к имидж файлу и хранилище. Инструмент позволяет конвертировать формат image, который также поддерживается Proxmox. Далее откройте настройки виртуальной машины в гипервизоре Proxmox, оборудование, здесь вы увидите новый неиспользуемый диск. И кликните по кнопке редактировать, а затем в открывшемся окне добавить. Диск добавлен. Теперь запускаем виртуальную машину. Как видите, она запустилась. Перенос виртуальной машины с Hyper-V на Proxmox может быть непростой задачей, но с правильным планированием и подготовкой можно убедиться, что процесс проходит без проблем. Для начала необходимо разобраться в различиях между Hyper-V и Proxmox, а также убедиться, что ваша виртуальная машина поддерживается на новой платформе. Затем следует создать резервную копию виртуальной машины и подготовить новый сервер Proxmox для импорта виртуальной машины. В процессе переноса необходимо убедиться, что все настройки виртуальной машины корректно перенесены на новую платформу. Также после переноса убедитесь, что она работает должным образом. А в случае возникновения проблем можно использовать резервную копию, чтобы вернуть машину к предыдущему состоянию. Наконец стоит отметить, что перенос виртуальной машины это сложный процесс и если у вас есть сомнения или вы не уверены в своих навыках, то лучше обратиться за помощью к специалистам и изучить более подробно инструкции руководства. А если вы потеряли данные с виртуальной машины, воспользуйтесь программой для восстановления Hetman Raid Recovery. С ее помощью вы сможете вернуть утерянные файлы с виртуальных дисков. Программа поддерживает все популярные гипервизоры, включая Hyper-V и Proxmox. Детальнее о восстановлении данных с виртуальных машин смотрите в других видео, ссылки я оставлю в описании. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. сделал заканчиваем этот шум и рекомендуем неправильно. Ирте салют. Диа вього, это я думаю, что тебе надо помочь? Ты не можешь селиться, что тебе не для этого- и я тебе не могу селиться. Я не могу селиться.